История Щелкова с древних времен. Все мы знаем, что наш город был образован в 1925 году. Но гораздо более краеведы и историки ценят другую дату, первого письменного упоминания о Щелкове, а это было в 1521 году. И если так, то Щелкову уже 500 лет. Большой семинар краеведов в музее был приурочен к этому событию. Все жители нашего города знают об этом благодаря краеведу Федорову Моисею Федоровичу. Именно он первым обнаружил эти сведения в архивных источниках. Была издана книга «Акты государства российского» за 1521-1526 годы. Собрал краеведов и предложил поделиться своими исследованиями Комитет по культуре и туризму. Желаю всем участникам круглого стола вынести что-то новое. Из таких замечательных докладов я посмотрела, как разнообразие настолько велико. Спасибо вам большое, что вы участвуете и вам это интересно. Часть круглого стола проходила в формате видеоконференции. В частности, историк Сергей Чернов рассказал об археологических изысканиях в районе дачного поселка Загорянский. Смелую и неоднозначную тему предложил обсудить краевед Надежда Подзорова. Так кто же мы, щелковцы или щелковчане? Живем в щелкове или в щелково? Изучив научные публикации и несколько специальных словарей, Надежда Федоровна обратилась в авторитетный источник, в информационно-справочную службу Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Мне ответили, мы опираемся на словарь Левошова. Пока норма щелковчане не тарифицирована и не вошла в словарь, считается нормативным, правильным названием щелковцы. Возможно, в новом словаре со временем появится и другая лексическая форма. Склоняется ли название Щелкова? На этот вопрос однозначного ответа не нашлось. Носители традиций русского литературного языка предпочитают жить в щелкове. Кому по душе военная четкость определений – в щелково. Тем более, что в царской армии был даже приказ не склонять подобные названия, чтобы все было строго и однозначно. И вновь на помощь пришел Институт русского языка. Без родового слова склоняется. С родовым словом не склоняется. Простой пример – город Щелково. Понятно, да? В городе Щелково. Это строгая литературная норма. В разговорной речи возможны разные формы. Поэтому с точки зрения правильности русского языка Щелково должно склоняться, должно быть в Щелкове. Или в городе Щелково. Могло показаться неожиданным участие в семинаре владельцу усадьбы Гребнева мецената Андрея Ковалева. Но он своим рассказом обо всех владельцах усадьбы с 14-го и до 21-го себя не забыл века показал, что сам глубоко вник в историю и благодарен тем, кто эту историю до него по документам восстанавливал. Усадьба Гребнева. Вся история России. Почти 700 лет. Через 9 лет будем отмечать 700-летие первого упоминания усадьбы Гребнева в летописи. Конечно, прошло огромное количество владельцев было за это время. В связи с ограниченностью времени я буду очень коротко. И, кстати, большое спасибо тут у нас и Ровенский, и Послыхалин. Это те люди, которые написали много книг. Мы их изучаем. Каждый месяц, неделю появляются какие-то новые факты. В истории усадьбы Гребнева очень много тайн. Главный знаток истории усадьбы Гребнева, председатель Щелковского клуба краеведов Георгий Ровенский, в этот раз представил исследование об истории в нашем крае земской почты. С ее созданием в Мещанской Слободе в конце 19 века появился и этот широко известный набор почтовых карточек с видами Щелкова. Участники встречи обнародовали свои исследования о появлении в Щелкове первой школы, о торговле в Мещанской Слободе, о первом председателе послереволюционного совета Андрея Пуствия, в честь которого у нас названа улица, и на разные другие темы. А наша телерадиокомпания представила проект «Я родом из Щелкова», который мы делаем вместе с музеем. Проект хотелось такое популярное проявидение сделать. Вы здесь рассказываете о глубоких изыскательских ваших работах. У меня, конечно, все не так. Это скорее журналистский материал, чем какое-то исследование. Но для того, чтобы простые жители, которые этого всего не знают, посмотрели и что-то поняли, хотя бы что-то запомнили. О новых направлениях работы поведали сотрудники историко-краеведческого музея, познакомили с новыми поступлениями документальных материалов, фотографий, книг, писем, открыток. Рассказали об увлекательных уличных экскурсиях, среди которых есть даже велосипедная. Представили новые издания, в том числе совсем свежий альманах «Нити времени» по материалам историко-литературного журнала «Щелкова». А директор музея Наталья Богданова проанонсировала скорое открытие в музейном пространстве третьего этажа еще одного раздела постоянной экспозиции. Надеюсь, что все сложится, мы все успеем, и откроем экспозицию, которая будет рассказывать об истории Межещёлкова в 20 веке. Успеть нужно к 4 ноября, когда наш музей и другие учреждения культуры станут участниками ежегодной акции «Ночь искусств». Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok